Новое приложение для сенсорных телефонов находится в серьезной разработке. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что 80% всех работ успешно выполнены. Всего в стране в реализации данной инициативы занято 30 человек, 5 из которых работает в нашем регионе. По всей республике в проекте 30 человек участвуют, то есть участники, которые непосредственно занимаются разработками маршрутов. В нашей Брестской области 5 человек. На данный момент сложно сказать, сколько всего уже сделано. Я могу ответить за свою группу, которая работает с айфонами, то у нас уже процентов 80 из того плана, что мы было запланировано, сделали уже. Современные сенсорные телефоны довольно качественно проработаны, что позволяет пользоваться такими аппаратами как людям здоровым, так и инвалидам по зрению. Отличие их лишь в том, что каждое действие, выполненное на экране, сопровождается звуковым комментарием. Новое приложение запускается таким же образом. Версия специально разрабатывается для нескольких программ, чтобы приложение было доступно любому пользователю с любой моделью сенсорного телефона. Есть несколько программ. Допустим, для айфонов есть две программы. Наиболее точная есть программа Blind Square, которая разработана финами, которая дает полностью окружение с различных карт. То есть мы можем ее запустить и программа нам сообщит ближайшие перекрестки, ближайшее здание. То есть она берет карты плюс еще социальные сети. Чтобы проверить эффективность работы программы, вместе с Андреем Левицким съемочная группа БУК-ТВ отправилась в город. Конечной точкой нашего маршрута должен был стать второй корпус Брестского государственного университета имени Пушкина. Во время пути программа каждые 5-10 секунд выдавала комментарий к заданному маршруту, предупреждая об опасностях и напоминая о пройденном расстоянии. За сравнительно небольшой промежуток времени программа вывела нас к нужному объекту. Система оправдала свою значимость и необходимость для людей с ограничениями по зрению. И очень хорошо, что скоро она будет доступна для пользователей сети интернет, причем бесплатно. Продолжение следует...